Девушки отдыхают Моя мама, я сильный человек Уже совсем горячо в федеральном эфире и на республиканских каналах Оживление в штабах кандидатов Что нас ждет дальше, 7 дней расскажет Знаете, дешевые только сырные маршировки Сухое молоко вместо натурального Это оказывается еще цветочки Что мы едим и пьем Выездное интервью на актуальную тему с министром сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Маратом Ахметовым Отличало ее то, что очень симпатичная, красивая девочка Наша Алина, пока олимпийская чемпионка, купается в лучах славы В Ольмедевске и Ижевске Небывалый наплыв желающих в секции фигурного катания Где растят чемпионов? Увидим! Некоторые главы районов никак не могут понять, что они давно уже не удельные князья Которым даны во владение тысячи гектаров земли и десятки тысяч крестьянских душ И где они могут творить что угодно, не оглядываясь на законы Они всего лишь обслуживающий персонал, который должен соответствовать растущим потребностям населения Пожалуй, главной задачей любого руководителя района сегодня становится Не только поддержание чистоты и порядка на соответствующей территории Но создание условий для активных, предприимчивых людей Которые хотят заниматься личным делом Именно об этом говорил на этой неделе президент Татарстана На итоговой совместной коллегии Министерства экономики и Министерства промышленности и торговли Татарстана Посвященный, кстати, повышению производительности труда Какие же районы вошли в черный список президента? В Отнинском, Алькеевском, Апастовском, Бугульминском, Буинском, Верхнеуслонском, Кайбицком, Муслюмовском, Тукаевском, Черемшанском районах нет ни одной промышленной площадки Главы этих районов должны скорее понять, что в карете прошлого далеко не уедешь И у них остается не так много времени на перемены В 14 районах не смогли набрать достаточного количества людей на бесплатное обучение предпринимательству по программе бизнес-класс Это Кайбицкий, Черемшанский, Алькеевский, Новошишминский, Мамадышский, Сабинский, что удивительно Менделеевский, Кукморский, Буинский, Балтасинский, Пестричинский, Бавлинский, Бугульминский и Актанышский районы Миниханов так и сказал главам этих районов Это стыд и позор У вас нет никакой перспективы в ваших районах Давайте послушаем Объемы малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте не растут Они составляют более 25% Но она связана, конечно, и с нашими крупными проектами Но это не оправдание У нас есть достаточно много районов, городов, где, к сожалению, кроме малого и среднего бизнеса других шансов нет Мы должны развивать, создавать условия, чтобы малый и средний бизнес развивался Приведу пример Малый и средний бизнес, чтобы развивался, мы дали установку в создании промышленных площадок Сегодня их 63 Это для муниципалитетов, чтобы каждый муниципалитет что-то двигался В 10 районах у нас вообще нет промышленных площадок Это Атнинский, Алькеевский, Апастовский, Бугульминский, Буинский, Верхнеуслонский, Каевский, Мусульмовский, Тукаевский, Римшанский район Значит, я считаю, что у нас не только не должны быть площадки, у нас их должно быть несколько в каждом муниципалитете Вторая тема для малого и среднего бизнеса – это обучение предпринимательству, оказание поддержки Есть у нас фабрика предпринимательства, есть азбука предпринимателей, есть проект «Бизнес-класс» компании «Гугл» и «Сбербанк» И другие формы Эти формы должны быть активно поддержаны В то же время Не все одинаково подходят к этому вопросу Удивственно бывает, людей надо учить Везде люди талантливые Это мы не дорабатываем Вот по программе «Бизнес-класс» В 14 районах республики Завершили обучение Мини-10 человек Это что такое? Что у вас там предпринимателей, желающих нет? Это Кайбетский, Черемшанский, Алькеевский, Новошишминский, Мамадышский, Сабинский, Менделеевский, Кукмарский, Буинский, Болтасинский, Пестричинский, Бавлинский, Бугульминский, Танежский районы Ну что это такое? Бугульмай, вообще город Буинск Мамадыш У самих резидентов нет? Сами вообще не занимайтесь Кто у вас будет предпринимателей? Будете искать на стороне? В первую очередь надо искать среди себя Надо помогать тем, кто есть на вашей территории В каждой территории, в каждом муниципалитете есть достаточно предприимчивых людей Немножко обратите внимание на эти вопросы Вообще стыд-позор Бесплатно такие программы делаются И у вас никакого интереса нет Значит вы работать не хотите Другого нет Вы неспособные люди У вас никакой перспективы на ваших территориях Первого марта стало понятно, что президент Татарстана Рустам Миниханов Уверенно движется в тренде внутренней политики, проводимой президентом России Владимиром Путиным Который в первой, я бы сказал, мирной части своего послания федеральному собранию Обозначил главную задачу на предстоящий срок Сбережение народа России и благополучие наших граждан Реализацию прорыва в социальной сфере Для чего нужно совершить практически невозможное К 2025 году обеспечить рост внутреннего волового продукта на душу населения в полтора раза И эта задача сложнейшая Для этого Россия должна развиваться темпами выше мировых Как уже подсчитал известный экономист Алексей Кудрин Для достижения этой цели мы должны расти в среднем на 6% в год Для сравнения, по итогам 2017 года внутренний воловой продукт России вырос где-то на полтора процента Но цель обозначена В своем послании президент России сделал и очень самокритичное заявление Но это прежде всего говорит о силе его позиции и желании сделать жизнь россиян лучше Давайте послушаем Именно отставание, вот главная угроза и вот наш враг Если не переломим ситуацию, оно будет неизбежно усиливаться Это как тяжелая хроническая болезнь, что неутомимо шаг за шагом подтачивает и разрушает организм изнутри Организм иногда часто этого не чувствует Нам нужно обеспечить такую созидательную мощь, такую динамику развития, чтобы никакие преграды не помешали нам уверенно самостоятельно идти вперед Мы сами должны и будем определять свое будущее Уважаемые коллеги Уважаемые коллеги Что должно быть приоритетом для нас? Повторю, считаю главным, ключевым фактором развития благополучия людей Достаток в российских семьях Напомню, что в 2000 году за чертой бедности находились 42 миллиона человек Это почти 30% населения, 29% населения страны В 2012 году нам удалось снизить этот уровень до 10% А из-за последствий экономического кризиса бедность вновь подросла Сегодня с ней сталкиваются 20 миллионов граждан Конечно, это не 42 миллиона, как было в 2000-м Но тоже недопустимо много Также некоторые работающие люди живут очень скромно Это, конечно, страшный диагноз 20 миллионов россиян за чертой бедности 20 таких городов, как Казань Практически шестая часть всех жителей страны Вынуждены с трудом сводить концы с концами Поэтому Владимир Владимирович подчеркнул Чтобы идти вперед, динамично развиваться Мы должны расширить пространство свободы И обратите внимание на эту фразу Отсечь все, что мешает людям раскрыться в полную силу и реализовать себя И это абсолютно точно Об этом говорил в начале нашей программы и президент Татарстана Если мы не сможем освободить людей от административного, судебного произвола Не обоснованного давления силовых структур Не расширим пространство свободы Не сократим отставание в развитии Тогда, как подчеркнул Владимир Путин Не будет будущего ни у нас, ни у наших детей, ни у нашей страны О послании Путина можно говорить еще долго Но мне хотелось бы подчеркнуть еще лишь несколько моментов В своем выступлении президент России, скажем так Раза три опосредованно поздравил президента Татарстана с днем рождения Которое отмечалось как раз 1 марта Владимир Путин три раза в положительном контексте упомянул достижения республики Сначала при постановке задач по созданию комфортного жизненного пространства для человека Давайте послушаем У нас уже есть успешный опыт обновления городской среды и инфраструктуры Я вот от этого и хочу сейчас оттолкнуться Этот опыт есть и в Казани, во Владивостоке, в Сочи Меняются многие региональные столицы и малые города Мы в принципе научились это делать Владимир Владимирович упомянул Казань Говоря о том, что сегодня важнейшим преимуществом Являются знания, технологии и компетенции По мнению Путина это ключ к настоящему прорыву, повышению качества жизни А для этого нужно создавать современные научные центры В полную силу должны заработать мощные научно-образовательные центры Они будут интегрировать возможности университетов, академических институтов, высокотехнологичных компаний Такие центры уже формируются в Казани и Самаре, Томске и Новосибирске, Екатеринбурге и Тюмени В Владивостоке, Калининграде и других городах Президент России упомянул Татарстан и в разделе, посвященном цифровизации экономики по всем направлениям Необходимо закрепить превосходство отечественной математической школы Это сильные конкурентные преимущества в эпоху цифровой экономики Площадками для такой работы станут и международные математические центры Сегодня они действуют уже в Казани и Новосибирске В рамках принятых решений мы откроем их и в Петербурге, в Москве и дополнительно в Сочи Таким образом, по мнению президента Владимира Путина, Татарстан это регион-локомотив Пример для остальных субъектов России в области создания удобных для жизни общественных пространств Мощный научно-образовательный центр, регион-фундамент для строительства новой цифровой экономики России Конечно, нам нужно еще многое сделать, чтобы оправдать это высокой доверие В кулуарах Большого Манежа, где прозвучало послание, работали наши коллеги с московского филиала ТНВ Дина Газалеева пообщалась с экспертами Это было самое масштабное послание, не потому что оно было самым длинным А по подходу, по постановке проблем Если говорить в целом, то в самом послании было два момента, которые являются ключевыми Это слова Путина о том, что отставание в технологическом, социально-экономическом аспекте Это утрата суверенитета А второе, вот ближайшее шестилетие, или там может быть не только шестилетие, может быть чуть больше Путин рассматривает как переломное, как время, когда должен быть обеспечен успех страны В ее развитии на ближайшую отдаленную перспективу, ни больше, ни меньше Мы должны создать комфортное условие и думать о благополучии наших граждан Это было у него с самого начала И говорил о образовании, о здравоохранении, о рабочих местах, о зарплате Но и самое главное, он еще раз, то что мы все сами говорим и слышим от наших избирателей Это то большое количество граждан, которые живут за чертой бедности Около 20 миллионов, конечно, это большая цифра для нашей страны И определил те пути, что мы должны сделать для того, чтобы уйти от этой проблемы Очень было ясно показано, что Казань преображается благодаря инициативе федерального центра И, безусловно, усилиями самих жителей и руководителей нашей столицы И не случайно мне было очень приятно, что Татарстан был в лидерах по упоминанию Причем, вот обратите внимание, ведь Путин упомянул Татарстан преимущественно в тех сегментах Которые являются прорывными с точки зрения развития страны Путин упомянул Татарстан в связи с инновационными процессами И Татарстан действительно здесь, наверное, ну, я думаю, что где-то первый, ну, может быть, второй, да Там, если его сравнивать, может быть, с Москвой, не уверен Но, по крайней мере, то, что мы лидеры, это безусловно На мой взгляд, на фоне послания президента России Дебаты остальных претендентов на пост президента смотрятся как вульгарный уличный балаган Уважаемые кандидаты пока не могут донести до своих избирателей Какую-либо внятную программу развития страны И пока лишь демонстрируют умение весьма грубо посылать друг друга в места не очень отдаленные А то, что сотворили недавно Собчак и Жириновский Это, как говорится, стыд и позор Успеет их всегда защищать В вашем возрасте время так волноваться Заткнись, ты дура Владимир Вольфович, уважаемые Владимир Вольфович, ну нельзя мы, господа избирателей Владимир Вольфович, вы слышали? Держи на улице, убирайся отсюда вообще Владимир Вольфович, да, я не имею права вас останавливать Но я прошу вас держать себя в руках Не я приводил Басшарных дел, грязь это все Владимир Вольфович, время господина Вабурина Разврат, пусть заткнется А вы, Бабурин, если еще раз скажете Бабурин, жириновский Вы 25 лет лужете на всю страну А цикл не запрещает вмешиваться 25 лет лужете на всю страну Вот я должен все это услышать Постыдитесь Постыдитесь Сейчас идет время Я не имею права, это делает цикл Черная грязь, отвратительная баба Блядь последняя Владимир Вольфович, материться нельзя А как иначе? Нельзя Успокойся, вы не даё право плескать в воду Я не давал Я беру ваши Сумасшедшие Сумасшедшие дуры Евгейко, говорите, у вас осталось 45 секунд Один сумасшедший, и это дура Вы находитесь на дебатах президентских Народ выбирает себе Главнокомандующего Пожалуйста, введите статистику Дайте сказать господину Бабурину Уважайте его время Я, конечно, прошу прощения у наших телезрителей За то, что мы не вырезали мат Транслируя грязь в эфир, не можешь не запачкаться Но, подчеркну, мы сделали это, потому что Здесь не ругань двух базарных торговок Не пьяная свара в замызганной придорожной пивнушке Это диалог двух будущих потенциальных президентов Двух политиков российского масштаба Которые показали нам свой уровень Грустное, оскорбляющее всех россиян зрелище Хочу отметить, в отличие от федеральных каналов Дебаты на республиканских площадках Пока, по крайней мере, проходят в конструктивном ключе Тимур Бекмурзин оценил ход телевизионной политической борьбы Как на федеральных, так и на местных каналах Я считаю, что эти дебаты не имеют права на жизнь Дебаты на федеральных каналах все больше приобретают формат шоу И это при том, что шоу как таковое У строителями этих телепередач вроде как заранее не планировалось У каждого из участников дебатов свое строго отведенное время Своё обращение к избирателям Каких-то споров и тем более перепалок между кандидатами не предполагается Но разве это может остановить Жириновского с Собчак? Причем здесь моя мама? А кто ее сенатором сделал? Я отдельный человек Я тому же отдельный Политологи, пиарщики, эксперты теряются в догадках То ли это просто низкая политическая культура кандидатов в президенты То ли продуманный ход К примеру, плескание водой в оппонента Это эмоциональная реакция на грубость и оскорбление Или что-то иное? Плескание водой со стороны Собчак Это, конечно, такой отсыл К мему там каких-то там 93-96 годов Когда Жириновский плеснул соком в Немцова Этот мем работает на уровне москвичей Но он абсолютно, мне кажется, не работает на огромное количество людей Которые давным-давно забыли и про тот сок Юрий Алаев вспоминает в этой связи и предвыборный ролик кандидатов в президенты Григория Явлинского Уж очень прием, использованный пиарщиками яблока Напоминает сцену из одного известного британского фильма Где молодой человек приходит к любимой, но уже замужней женщине И стоя в дверях молча, чтобы муж женщины не слышал Листает таблички с признанием в любви У Явлинского все более уныло и как-то безнадежно, констатирует эксперт Сидит совершенно унылый в какой-то темноте И вот это вот раскладывает карточку сюда, карточку сюда Это аллюзия на арт-хаусный фильм Который и фильм-то этот уже сто раз забыт Не в пример своим кандидатам и их доверенные лица на республиканских каналах Демонстрируют максимальную терпимость к чужому мнению А в кулуарах между телевизионными съемками, так и вовсе между политическими оппонентами Только дружеское общение На этой неделе дебаты продолжились на площадках канала ТНВ и Болгар радиоса И стартовали на канале филиала ВГТРК Татарстан и Радио Татарстан Темы совпадают с теми, что поднимаются на федеральных площадках К примеру, на этой неделе доверенным лицам предложили обсудить, как развивать человеческий капитал Поддерживать обороноспособность страны Грамотно выстраивать социальную политику По теме армии и флота, по мнению многих экспертов, взгляды сторон разделились кардинально Представитель «Яблока» Руслан Зинатулин предложил сократить призыв Закончить все войны, которые якобы ведет Россия на Донбассе и в Сирии И вообще армия должна быть мобильная, компактная, малочисленная, но при этом боеспособная В течение двух-трех лет Явлинский переведет армию на профессиональную основу Дальше мы сокращаем ее до 800 тысяч человек, этого достаточно Насколько эта тема близка вам? Вы сами в армии служили? Нет, я в армии не служил Я учился в аспирантуре Потом меня уже не призвали Отмазываться я не отмазывался от армии Но у меня есть друзья, которые служили Зачем мы киваем на армию Швейцарии, какая она мобильная Или даже на Бундесвер, на армию ФРГ И сразу пытаемся перенести вот это вот все Установки на мобильность, на компактность На территорию России крупнейшего государства по территории в мире Похожих с яблока взглядов в вопросах внешней политики и укрепления обороноспособности Государства придерживаются и представители Ксении Собчак Необходимо прекратить вести гибридные войны в Украине и в Сирии И соответственно у нас появятся деньги А если мы еще победим коррупцию, то денег станет еще больше И соответственно мы сможем потратить их на благие цели Так просто все? Все так просто, да Если они такие хорошие, они против войны, за свободу Ну критикуйте тот, кто эту свободу нарушает Кто бомбит другие страны, кто фашизм навязал на Украине Павел Николаевич Гурдин говорит Мы бы с удовольствием оставили Шойгу И мы бы с удовольствием оставили Лаврова Все, что касается внешней политики и армии У нас идет замечательно В вопросах экономической и социальной политики критиковать действующую власть проще Все-таки объективно в России здесь много проблем и есть над чем работать Вопрос, что предлагают кандидаты и оппоненты По мнению экспертов, очень много простых решений Мало глубоких и продуманных предложений Позицию по чиновникам еще раз, пожалуйста, объясните То есть это некие враги народа, особо потребляющие или что это? Это люди не созидающие Они не производят никакой добавочной стоимости И никакого продукта они не производят И в нынешней экономике они, естественно, держатся за свои места Эксперты в Татарстане не ожидают обострения политической борьбы В эфирах республиканского телевидения и радио Нет причин для этого Во-первых, люди приличные и культурные Не в пример некоторым федеральным политикам А во-вторых, здесь, на месте, они хорошо понимают реальный расклад сил Они поступают абсолютно правильно Абсолютно правильно Они трезво оценивают ситуацию Активная агитационная работа сейчас разворачивается не только на телевизионных площадках страны Но и в штабах кандидатов президента России В эту пятницу Митимир Шаймеев, доверенное лицо кандидата президента Владимира Путина Государственный советник Татастана встретился с активом регионального избирательного штаба Путина Не бездействуют и штабы других кандидатов президента страны Дмитрий Аринин обо всем подробнее Поздравляю вас В республиканском штабе Максима Сурайкина на этой неделе получили приток человеческих и вещественных ресурсов Здесь утвердили дополнительных доверенных лиц кандидата и обзавелись агитационной продукцией Будем раздавать газеты по всем И отправлять наши основные горкомы Это набережные Челны, Бугульмов, Чистополь, Зеленодольск Все где у нас есть горкомы Варск мы туда будем все эти агитационные материалы сейчас отправлять и раздавать В республиканском штабе Владимира Жириновского отвечали на один из двух извечных вопросов Что делать? Здесь координировали контуры работы и готовились к выездным встречам своих доверенных лиц Координаторы районных отделений организовывают встречи с избирателями Поэтому с нашими же активистами, членами партии встречаются, рассказывают, воздают агитационные какие-то разные материалы Работа татарстанских штабов Павла Грудинина и Сергея Бабурина на этой неделе для нас осталась за кадром Как бы там ни было, сейчас предвыборные действия по сути сводятся к двум глаголам Получить и распространить В казанском штабе Григория Явлинского раскладывали по полочкам и другим плоскостям вновь поступившие материалы Также у нас едут из Москвы сумки для агитаторов, у которых будет тоже агитационный материал То есть люди будут разносить его по своим домам В казанском штабе Ксении Собчак основная работа вышла из его стен Люди в белом раздавали написанное черным по белому агитационные газеты Холодно, но терпимо А это казанский штаб Бориса Титова Как видно, здесь разнообразная агитпродукция Раздавать ее избирателям будут исключительно в столице республики У нас партия молодая, а отделение у нас открылось только 28 декабря Пока мы еще только организуемся, пытаемся работать в Казани То есть будем работать в Казани пока В республиканском штабе Владимира Путина на этой неделе проходили встречи с доверенными лицами из разных городов страны С волонтерами встречались и давали им наставления Андрей Лысенко, Екатерина Красикова, Вячеслав Бочаров Общались с волонтерами о сильной армии и патриотизме Для меня эта встреча послужила как новым, таким энергетическим зарядом Впечатления от встречи с волонтерами регионального штаба у меня самые теплые Потому что это был действительно интересный диалог с двух сторон Это была встреча единомышленников Теперь стало ясно, в каком направлении стоит работать с волонтером И куда больше делать акценты Очень сильно повлияли на нас, будем дерзать дальше Мы выбирали из нескольких туриатов, но вот эта комната нам показалась самая теплая У него ауна такая хорошая Это Казань весьма Самая прочная Самая прочная По конструкции Наиболее пристальное и массовое внимание не только волонтеров, но и региональных и федеральных масс-медиа Вызвал визит Ментимира Шаймиева Вместе с другими доверенными лицами обсудили программы, реализуемые в нашей стране И задачи, которые ставит Владимир Путин Также Ментимира Шаймиев рассказал, какими качествами, на его взгляд, должен обладать лидер страны И какая ответственность на него ложится Что за эта работа, президент Ты заложил себе служение людям Ты добровольно дал согласие и пошел на эту работу Я же уже такие вещи не из чужих же слов говорю Но коль ты положил себя, как говорится, на эту службу Ты себя, в хорошем смысле и ином смысле, ты себя обрел Ты служишь Благодарить надо, что он пошел У кандидатов, президента и их соратников на агитацию будет еще без малого две недели К чему приведут все сказуемые и слагаемые избирательные кампании Станет ясно после 18 марта, когда свое слово скажет избиратель Дмитрий Аринин, Александр Лобанов, Андрсон Тальцев, 7 дней Ну а теперь немного уйдем от накала политических страстей И поговорим об экономике Тем более, что на этой неделе пищи для размышлений много Вот, к примеру, Росстат опубликовал недавно отчет о внешней торговле Из которого следует, что сухого молока в 2017 году завезли почти миллион тонн Это по официальным данным Согласитесь, огромная цифра А сколько сухого молока завезено нелегально, никто не знает Также мы являемся крупнейшим импортером в мире пальмового масла И это несмотря на то, что Россельхознадзор не раз высказывал беспокойство по поводу увеличения его потребления в России Что мы пьем и едим вместо молока и масла? Кошмар! А цены на натуральное молоко продолжают падать Пострадали все сельхозпроизводители России В Татарстане закупочная цена на натуральное молоко упала до 14 рублей за литр 6 марта Россия ввела запрет на ввоз сухого молока из Белоруссии Что изменилось? И то ли еще будет? Об этом Эльзира Юзаева Таких энтузиастов на селе еще поискать В деревне Степная Шантала Алексеевского района 3-4 семьи владеют крупным личным подсобным хозяйством Это люди среднего и уже предпенсионного возраста С большими многодетными семьями и главное с желанием жить и работать на земле Мало кто из них имеет еще какой-либо дополнительный заработок Конечно, кто-то подрабатывает на стороне, но основной доход в семью приносят именно молоко По крайней мере, так было до этой зимы Семья Кадыровых не отчаивается Они не могут поверить в то, что кризис в молочной отрасли затянется так надолго В планах открыть семейную ферму, на сотню голов не меньше Получить грант от государства и заниматься тем, к чему с рождения душа лежит Это даже необъяснимо, потому что работаем на переработчиков Вы думаете, что все туда? Ну а куда же еще? Вот разница, посмотрите, 14 рублей и 60 рублей за литр А базовая жирность там 3,2, а здесь 4% жирности Значит, вот эта прибыль, разницу Кто получает? Перекупщики Потом, значит, кто этим производством занимается А потом еще торговые наценки Это торговые сети И все на этом корове сидят Мы записали интервью по телефону с человеком, который занимается сбором молока у населения По его словам, мол, заводы сегодня отказываются принимать молоко даже по самым минимальным расценкам За 14-15 рублей за литр В связи с тем, что на заводах уже достаточно сырья Руководитель фермерского хозяйства Елена Белоглазова уверена, что всему есть разумное объяснение Все производители, в том числе и в Татарстане, в один голос твердят, что делают свою продукцию исключительно из натурального сырья Зимой надой молока закономерно падают Соответственно, должна была увеличиться его цена и объемы закупки Сырья должно не хватать Так откуда тогда излишки? Если это из-за того, что у нас большой поток сухого молока Значит, люди должны знать, что основа промышленной молочной промышленности У нас сухое молоко, они натуральные, как нам рассказывают Так ведь? Это же нужно признать как факт Уже прошло 10 лет с момента принятия в России технического регламента на молоко и молочную продукцию Еще в 2008 году было решено, что по закону молоком будет называться только тот продукт, который получается натуральным путем Грубо говоря, через корову, а не из сухого белого порошка, сухого молока Продукт, полученный вторым способом, будет называться молочный напиток Все, что вошло в состав молочного продукта, должно прописываться на упаковке По расчетам экономистов, цены на продукты, содержащие сухое молоко, должны были упасть по сравнению с настоящим цельным сырым молоком Чему так радовались качественные производители Но в итоге получилось ровным счетом наоборот У производителей встал большой вопрос реализации И этот момент, что писательные этикетки, не знаю, либо оттянули, либо вообще отменили То есть сейчас даже установленное молоко у нас пишется как молоко натурально пастеризованное Вот такой скромный набор продуктов молочных, которые мы используем в нашей повседневной жизни То есть едим сами и кормим своих близких Стоит отметить, что мы проверили молочку в магазинах и не нашли ни одной бутылки Где было бы написано, что производитель использовал бы сухое или же восстановленное молоко В основном пишут такой состав Молоко нормализованное или же молоко цельное Другое дело, вот такие сырки или же творожки Их, кстати, очень любят дети Здесь действительно производитель указал, что в производстве была использована сухая молочная сыворотка Или же сухое молоко Но информация эта дана таким мелким шрифтом, что не каждый покупатель может сразу разобраться Кто они? Эти нерадивые производители, которые нарушают законы, используют сухое сырье в производстве Вводят покупателей в заблуждение Таких ни в России, ни в Татарстане нет Пока это все огульное обвинение Никого за руку за этим делом не поймали И поймают ли? Большой вопрос Если при этом было выявлено нарушение Если в ходе проверок нарушений никаких не выявляются То это предприятие проверяется раз в три года только Отличить на вкус сухое молоко от натурального, разлитого уже по бутылкам, невозможно вообще Нужно иметь исключительные вкусовые рецепторы Или же провести лабораторные исследования, что является весьма дорогим удовольствием Многие уже наверняка и не помнят меламиновый скандал 2007 года Который был связан с сухим молоком из Китая Тогда российские санитарные службы наложили запрет на ввоз этой продукции Это лишь после того, как стало известно о тысячах пострадавших по всему миру Ростельхознадзор не раз высказывал беспокойство по поводу обнаружения опасных веществ и антибиотиков в молочной продукции, поставляемой из Белоруссии В 2016 году было выявлено 723 случаев нарушений белорусскими предприятиями ветеринарно-санитарных норм В 10 случаях были обнаружены остатки запрещенных и вредных веществ В 2017 году 596 нарушений По данным на 20 февраля 2018 года уже зафиксировано 32 нарушения в молоке и молочной продукции В том числе в 21 случае были выявлены остатки запрещенных и вредных веществ И вот когда глубже начали разбираться, оказалось, что из европейских запасов стратегических выбросили Ну, сроки практически прошли у этого сроки годности у этого сухого молока То есть, когда проходит определенное время, начинают сбрасывать резервы И через Польшу они поступают в Белоруссию, там перепаковываются в их упаковку И имеют себестоимость в пересчете на молоко примерно из расчета 5-6 рублей за литр Опять же, вопрос к качеству, опять же, вопрос к демпинговости, который разрушает наш рынок Вот многие горожане сегодня говорят о том, что зачем вы нас лишаете дешевой продукции и так далее Знаете, дешевый только сыр в мышеловке Складывается парадоксальная ситуация У наших сельхозпроизводителей есть натуральная продукция Продукция, которая не имеет свободного выхода на рынок Продукция, которая приходится выживать в среде нечестной конкуренции В среде неравной борьбы за потребителя, не имеющего возможности сделать свой правильный выбор Изира Юзаева, Тимур Бекмурзин и Роман Безменов 7 дней Об истинных причинах резкого снижения закопочных цен О качестве молочной продукции О том, как выжить нашим сельхозпроизводителям в это кризисное для них время А также вопросы продовольственной безопасности На этой неделе мы обсудили с заместителем премьер-министра Татарстана Министром сельского хозяйства и продовольствия Маратом Ахметовым Добрый день, Марат Готович Здравствуйте Ну, тема у нас не очень приятная Тема у нас тяжелая Сразу возьмем быка за рога Как говорится, в нашем случае только корову Потому что речь пойдет о молоке Вот первоначально было заявлено, что запрет на ввоз сухого молока Стартует 26 февраля Затем эту дату перенесли на 6 марта Нет ли такого ощущения, что вот этот люфт в неделю кому-то все-таки выгоден? Белорусская сторона попросила для выяснения некоторых документальных, других отношений Вот этот запрет пока приостановлен Я не знаю, как дальше Но мы, конечно, очень надеялись, что вот этот безобразный завоз всякой продукции И не только белорусский, хотя это проходит через Беларусь В страну это прекратится и поможет нам как-то найти и свою нишу на рынке Татарстана, России Объективно цена молока мы считаем 25-26 рублей за литр Но сегодня, к сожалению, мы с большими усилиями, в том числе уговорами Даже в какой-то степени административным давлением на переработчиков, на наших других заготовителей Мы сегодня удерживаем 22 рубля 60 копеек Хотя дело идет к весне Надои все равно будут расти Традиционно ближе к весне и лету закупочные цены объективно и снижались То есть может произойти еще дополнительное снижение? Мы были в Алексеевском районе, где уже литр берут за 14 рублей Это у населения У населения, да? Да Но мы население-то еще найдем в рычаге, как поддержать Потому что кто держит одну корову, у него вообще никаких проблем нет Потому что для собственного потребления производят молоко А у кого же 2, 3, 4 и более коров Они, конечно, пострадают Поэтому мы с опережением прошлых лет приняли решение 360 миллионов рублей Которые традиционно мы в августе давали для двойного стада населения Мы его сейчас будем давать в первой декаде марта С другой стороны, на прилавках ничего дешевле не стало Вот что обидно еще самое главное И почему вот именно структуры, в том числе федеральные, надзорные Они слабо реагируют на эти вещи Мы собственное население в его достатках должны защищать, правильно? И при этом в торговых сетях наценки доходят до 85-90% на отдельные молочные продукты Не говоря уже мы 45-50% уже как норму воспринимаем На чьи-то узкие интересы работает эта экономика? Это многомиллиардная экономика На чьи-то узкие интересы? Не на интересы населения Тем самым еще высокие наценки Они лишают населения потреблять в том количестве, которым они хотели бы употребить этот продукт молочный И поэтому мы наблюдаем снижение потребительского спроса тоже у населения Дорого потому что? Потому что дорого Большая часть эконом-класса могла бы позволить, если разумные были наценки, большего количества потреблять Ну что делать тогда? Какие меры сегодня необходимы? Ведь запрет на ВОЗ это только полумера получается Безусловно, в первую очередь, конечно, упорядочить надо завоз Во-вторых, наше государство должно быть заинтересовано на развитии собственного товаропроизводства С одной стороны, когда мы говорим, что нам 7 миллионов тонн молока не хватает в стране И при этом не позволять собственному товаропроизводителю развиваться и ставить его в такое положение Это мне, мягко говоря, непонятно Нам сейчас ускорить надо модернизацию, в том числе Мы примерно каждый месяц будем расти примерно на 100 тонн увеличения суточной переработки И к концу года у нас будет возможность в порядке 3000 тонн, собственно, сырья перерабатывать в сутки в республике Спасибо вам за такое откровенное интервью, Врат Готович До свидания Спасибо, до свидания Мы продолжим нашу программу через пару минут, смотрите после рекламы Отличало ее то, что очень симпатичная, красивая девочка Наша Алина, пока олимпийская чемпионка, купается в лучах славы, в Ольмеченске и Ижевске Небывалый наплыв желающих в секции фигурного катания Где растят чемпионов? Увидим! В понедельник председатель Госсовета Татарстана и президент Федерации волейбола Республики Фарид Мухамедшин Открыл всероссийский волейбольный турнир «Юный чемпион» В турнире приняли участие команды из Казани, Москвы, Уфы, Костромы, Зеленограда и Обнинска Высокие технологии должны быть ближе к экономике 1 марта премьер Республики Алексей Писошин принял участие в заседании рабочей группы «Цифровой Татарстан» О том, как развивается цифровая индустрия, доложил министр информатизации Роман Шейхуддинов Он отметил, насколько важно, чтобы Татарстан оставался в авангарде всех инноваций В Татарстане прошел масштабный форум «Всероссийский сход предпринимателей из татарских сел» На него съехались порядка 800 человек из 38 регионов страны Делегаты посетили Алькеевский район, где ознакомились с практикой комплексного развития татарского села И наладили деловые контакты 2 марта министр финансов России Антон Силуанов в сопровождении президента Татарстана Рустама Миниханова Посетил особую зону Алабуга Министр прошелся по цехам деревообрабатывающего завода, автосборочного предприятия производства двигателей Затем он принял участие в совещании по приоритетным инвестиционным проектам Антон Силуанов оценил, как Татарстан умеет привлекать инвестиции И отметил, что Минфин страны готов разрабатывать инструменты, чтобы подстегнуть дальнейшее инвестирование Своё послание президент России озвучил на фоне очень напряженной внешнеполитической обстановки Поэтому в послании так много было сказано про оружие и ракеты США, выйдя в одностороннем порядке из договора о противоракетной обороне Фактически втягивает нас в очередную гонку вооружений Напомню, Соединенные Штаты Америки в текущем году потратят на оборону почти 700 миллиардов долларов А весь бюджет России составлял в 2017 году около 300 миллиардов долларов То есть Америка тратит только на оборону два годовых бюджета России Как тут соревноваться? Прошлая гонка вооружений, если вы помните, закончилась полным обнищанием народа и развалом СССР Цель нынешней – развалить и уничтожить Россию Поэтому Путину пришлось фактически сказать Вашингтонскому обхому Наш ответ будет асимметричным, не таким дорогим и, главное, эффективным В то же самое время посол Соединенных Штатов Америки Джон Хансман с супругой провел на этой неделе в Казани два насыщенных дня и не скупился на комплименты Обо всем подробнее Тимур Бекмурзин Это огромное удовольствие находиться здесь, в Татарстане, очень особенной части России Я эту поездку не забуду никогда Не думаю, что это просто дежурная вежливость Посла Соединенных Штатов, Джона Хансмана, скорее всего, Татарстан и Казань действительно впечатлили Причем тут надо отдать должное составителям программы пребывания американского гостя Ему наглядно показали и красоту нашей столицы, которой прекрасна и в это время года Джон Хансман познакомился с ее историческим и архитектурным наследием Богатым научным и образовательным потенциалом С музыкантами казанской группы Джон даже исполнил блюзовую композицию Деловая часть программы посла США в Казани включала визит на казанскую ТЭЦ-3 Это не только один из самых эффективных энергообъектов в России, оснащенный газотурбинной установкой На базе одной из самых мощных турбин в мире Это еще и блестящий пример сотрудничества бизнеса В данном случае группы компаний ТАИФ и американской Дженерал Электрик Известно, что американцы инвестировали в разработку турбин нового класса около 2 миллиардов долларов Но эффект оправдал все ожидания Это видно в том числе и на примере казанской ТЭЦ-3 После модернизации и реконструкции станция удвоила установленную мощность Утроила выработку электроэнергии Показатели энергоэффективности были улучшены на 30% Генеральный директор компании ТГК-16 Эдуард Галеев приводит еще одну цифру Мы вышли на совершенно недосягаемые прежде удельные расходы топлива Резко подняли экономичность, подняли надежность электрикоснабжения и теплоснабжения города Казани То есть станция сейчас уверенно может смотреть на ближайшие 30 лет На понимание, что если средний расход удельного топлива по России составляет плюс-минус 300 грамм На казанской ТЭЦ-3 он сейчас суммарно по станции ниже 200 грамм Все это показатели и плюсы, которыми может воспользоваться не только бизнес, но и все казанцы Тепло и горячая вода по выгодным тарифам ТЭЦ-3 может поставлять на нужды города Это влияет в первую очередь на стоимость теплоэнергии, электроэнергии, горячее водоснабжение То есть мы способны по гораздо более низким тарифам отдавать очень большой объем тепла на город Казань Это превосходный пример успеха Идеальный пример того, как американские технологии и оборудование работают на татарцанском объекте И это не что иное, как послание американским компаниям, что дорога предпринимателям открыта И здесь можно преуспеть, причем в серьезных масштабах Ведь мы посмотрели огромное предприятие, еще раз подчеркиваю Это пример сотрудничества крупной компании ТАИФ с американскими партнерами Что очень важно Без вопроса про санкции, увы, не обошлось Но Джон Хансман старался не акцентировать внимание на этой теме Экономическая целесообразность и взаимная выгода Вещи, которые открывают двери для сотрудничества Несмотря на временные, будем надеяться, сложности в отношениях Тимур Викмурзин и Андрей Мохов 7 дней Продолжаем программу На этой неделе российские олимпийцы получили медали и ордена из рук президента Путина 46 спортсменов, занявшие призовые места на Олимпийских играх в Южно-Корейском Пхенчхане Были награждены в Кремле Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наша Алина Загитова была удостоена Ордена Дружбы Стоит отметить, что после победы Алины в ее родном ледовом дворце в городе Альметьевске Где она начала делать свои первые шаги на льду Резко выросло количество желающих отдать своих детей в секцию по фигурному катанию Тренер говорят, что такого наплыва учащихся они не наблюдали давно Именно Алина стала настоящим примером для подражания для сотен девчонок и мальчишек по всей нашей стране Где и как растят олимпийских чемпионов? Об этом в нашем следующем сюжете Олимпийская чемпионка и серебряный призер олимпийских игр в фигурном катании на коньках После прошедшей эйфории победы олимпийская чемпионка Алина Загитова Примеряет на себя новую роль звезды Скромно, без особого кокетства Самая молодая чемпионка в истории фигурного катания Уже покорила сердца миллионов зрителей по всему миру Золотая олимпийская медаль Пхенчхана Орден Дружбы из рук президента Машина БМВ и щенок породы Акито Которого ей вскоре хотят преподнести поклонники из Японии А еще море, море цветов и детских плюшевых игрушек Ведь не стоит забывать, что Алина совсем еще ребенок Маленькая 15-летняя девочка, на судьбу которой выпало такое испытание слабо Смотрел так, краем глаза выступления все Потом Алина начала выступать, я ушел Не смотрел Ну я не смотрю Прямые эфиры, Алина только в записи Ильна Загитов признается, что никогда не смотрит выступление дочери Для него это слишком волнительно Говорит, что до сих пор не может осознать произошедшее до конца Он и сам знает этот вкус победы Тренер хоккейной команды Ишсталь свою профессиональную карьеру начинал также в 15 лет Выступал за авангард, нефтехимик и нефтяник Коллеги сегодня говорят, что Алина это папина дочка Так получилось, что в Альметьевске ледовый дворец юбилейный Где когда-то играл отец Алины Ильна Стал первой тренировочной ареной для олимпийской чемпионки Ей было всего 4,5 года, когда ее здесь поставили на коньки Вот он, теперь уже исторический список детей из секции по фигурному катанию 2006 года Вот данные Алины Загитовой Ее первый тренер Домира Пичугина сегодня вспоминает Что именно на этом льду они с Алиной начинали с самых азов Она прошла начальную подготовку, вот как у меня вот эти детишки маленькие Уже умела скользить, фонарики делать Но прыжковую технику пока я и не смогла дать Они потом переехали в Ижевск Она очень способная была в зале, потому что у нее был от природы прыжок очень высокий Тогда в группе было 160 человек Это практически в два раза больше, чем сегодня Но из этих 160 детей не заметить Загитову было невозможно После переезда в Ижевск Алина уже тренировалась под началом Натальи Антипиной Которая также сегодня отмечает уникальные физические данные молодой чемпионки Отличало ее то, что очень симпатичная, красивая девочка Очень хорошо сложена, там, кокосная такая Резвая, очень веселая Ее самый любимый прыжок с детства – это риттбергер Благодаря своим точенным каскадам она с легкостью обгоняет многих соперниц именно в техническом плане Кроме Загитовой, пока никто в мире так и не прыгает тройные луц Она прыгает без каких падений Она была пластичной и энергичной Она прыжки прыгала во второй половине программы Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании И серебряный призер в командном турнире Алина Загитова Не столько для детей, сколько для их родителей Настоящий пример для подражания После Олимпийской победы Алины Секция фигурного катания в Альметьевске Испытывает настоящий поток из желающих приобщиться К большому и такому красивому спорту Фигурное катание – это один из самых красивых видов спорта Смотреть на фигуристов, на Олимпиаде – это, конечно, большое удовольствие Но вот тренировки – зрелище не для слабонервных Видеть, как дети падают, встают, снова падают и снова встают И тут только понимаешь, какая сила воли Какой характер у этих маленьких спортсменов Вот здесь, в этом ледовом дворце в городе Альметьевск Тренировки начинаются в 6 часов утра И налет в это время выходит в самые маленькие спортсмены Самое главное, чтобы дать любовь к фигурному катанию И чтобы они могли работать И чтобы они были влюблены У меня вот дети все спят в коньках Чтобы не проспать тренировку Правда, детишки? Олимпиаду смотрели? А как же, а как же Ну, что вы скажете про наши? Вы знаете, скажу откровенно говоря Дай бог, чтобы только не погасла звездочка Конечно, конечно Вы видите, что она в будущем станет знаменитой спортсменкой Второй Алины Загитовой Я? Я, да, я вижу Свою дочь, да, 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 да Вы хотели бы? Я не то, что хотела бы Я вообще хочу Да Это наша цель Ильзир Юзаев, Андрей Мохов, Александр Матросов Семь дней Сегодня, 4 марта, исполнилось бы 90 лет фикряту Табееву Имя этого легендарного руководителя Государственного и партийного деятеля Золотыми буквами вписано в новейшую историю не только Татарстана, но и всей страны Как бы сейчас сказали Глыба, человек-легенда Руководитель, который фактически стоял у истоков создания современной промышленности Татарстана 60-е, 70-е годы прошлого века не зря называют в республике эпохой Табеева В это время были открыты новые месторождения нефти Основаны набережные Челны и Нижнекамск Строились КамАЗ, Камская ГЭС, Заинская ГРЭС, Нижнекамск-Нефтехим О большом руководителе и просто замечательном, душевном человеке Наталья Мочалова Это сегодня КамАЗ, символ набережных Челнов И один из главных брендов всего Татарстана Но мало кто знает, что знаменитого завода на Каме вообще могло не быть В том смысле, что первоначально автогигант планировали построить в Красноярском крае И самое удивительное, судьбу КамАЗа решила партия Не коммунистическая, партия в домино Меня пригласили в Белоруссию на празднование 40-летия республики А Брежнев Леонид Ильич говорит, поедем вместе в моем вагоне Мы немножко играли в домино Я тогда Леонид Ильич и говорю, Леонид Ильич, там камень наби в этом городе, Красноярском крае Я говорю, за 20 лет в первую очередь никто вам не построит А что ты хочешь? Я говорю, я хочу, чтобы мы за 5 лет можем построить в первую очередь В эти годы, годы строительства одного из крупнейших объектов нашей страны КамАЗа Замечательно потрудились рабочие строители, монтажники и автомобиль строителей Где и как формировался характер этого незаврядного руководителя Скупые строки биографии сообщают, что Фикрят родился в семье героя гражданской войны Ахмеджана Табеева И был старшим из четырех братьев Отец погиб на фронте А путь Фикрята на партийную работу был по тем временам не очень стандартный Фактически он шагнул в партийные лидеры из науки И оставался руководителем советской татарии почти 20 лет Высокообразованный, молодой, статный, 32-летний, самый молодой в стране Первый секретарь обкома партии Фикрят Табеев Более подготовленного от природы к работе с людьми Чем Фикрят Ахмеджанович Я не встречал Он хорошо разобрался в нефтяных делах Вот мне пришлось почувствовать Когда стоял вопрос Как будет развиваться нефтяная промышленность Татарстана Мы никогда себе до этого не представляли, что Татарстан будет добывать 100 миллионов Татария стала школой кадров нефтяников Советского Союза Я назвал это второе нашествие татар на Москву Там все наши были из татарии, которые впоследствии руководили развитие нефтяной промышленности Советского Союза Фикрят Ахмеджанович привык убеждать высшее руководство цифрами Доказывал, что транспортировка углеводородного сырья в другие регионы Обойдется неизмеримо дороже, чем его переработка на месте Так на карте Татарстана возник еще один промышленный гигант Нижнекамский нефтехин И нефтяная отрасль получила новый импульс в развитии Фикрят Ахмеджанович Табеев был как человек Он очень был доступный, хороший С ним было легко общаться Фикрят Ахмеджанович Табеев как губка впитывал в себя все новое Сказалось научное прошлое и преподавательская деятельность в Казанском университете Широта, подход и стремление не бояться сильных людей вокруг И стремление работать с молодежью Он очень трепетно относился к Казанскому университету Почему? Потому что ему пришлось посовместить преподавать И был такой эпизод Идет демонстрация Вдруг студент Казанского авиационного института останавлився и кричит Табеев, Табеев, вернись Фикрят Ахмеджанович часто говорил Что он полюбил сельское хозяйство Услышать такое от историка-филолога Казалось бы странно Но Этого потребовали интересы населения республики Надо было накормить досыта людей Хлебом насущным И эта задача при нем была решена Не было колхоза, где бы я не был Не было предприятия, где бы я десятки раз с тобой не был Мне говорили все Ну как же, в магазинах, говорят, мяса нет Чем вы тут занимаетесь, понимаете? Да эти мяса Я боевой вождь моего народа Вот так Творю каждый день что-то Была у Фикрята Ахмеджановича Любимая пословица Пока людей не накормишь, сам не ешь Наталья Мочилова и Андрей Мохов Семь дней На этом у нас все Язгукэнэр, янлахайалар С началом весны всегда связаны новые ожидания Только б не было войны Встретимся через неделю на канале ТНВ До свидания Здравствуйте, вы смотрите прогноз погоды На ближайшие семь дней В студии Маргарита Павлушина Предстоящая неделя в республике Обещает быть умеренно морозной И богатой на осадки в виде снега По данным сервиса Яндекс.Погода На северо-востоке Татарстана В понедельник будет минус один градус Ожидается снег Во вторник уже минус девять И тоже пройдет снег В среду ясно и до двенадцати градусов ниже ноля С четверга по воскресенье ожидаются осадки Выходные температуры воздуха составят до двух градусов мороза На юго-востоке республики Временами ожидаются осадки в виде снега В понедельник минус один градус Во вторник температуры начнут понижаться Но к выходным вновь повысится В центре республики похожая картина Ожидается снежная и пасмурная погода всю неделю Со вторника по четверг довольно морозно Но к выходным температуры повысятся На юго-западе республики снег будет наблюдаться каждый день Ожидается умеренно морозная погода К выходным же температуры повысятся На северо-западе республики, а также в столице Татарстана В понедельник минус пять Во вторник уже минус девять Мороз продержится до пятницы Но выходные температуры повысятся И ежедневно будет наблюдаться снег Более подробный прогноз погоды смотрите каждый день на ТНВ До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин